День добрый, телекомпания НТВ плюс вновь приглашает вас как и всю эту неделю в 2 часа дня по Москве, ну собственно и по Дубаю тоже провести день в обществе лучших теннисистов мира которые в преддверии первых мастерсов сезона разминаются, ну вот кто в Дубае, кто в Акапулько, кто в Делрэй Бич все эти турниры в разном, но достаточном в любом случае объеме мы на этой неделе увидим ну а в наибольшем, как вводится, наиболее сильный турнир в Дубае сегодня здесь проходят встречи второго раунда соревнований, абсолютно все, 8 матчей к сожалению, я думаю, для большинства российских поклонников тенниса не один из трех российских теннисистов на центральную арену не попал организаторы, ну в общем, наверное, предсказуемо отдали центральную площадку главным звездам соревнований первым четырем номерам посева на турнире в Дубае и вот Томаш Бердах, номер третий на этом турнире, начинает в этом день встречи против Тоби Асакамки пока теннисисты здесь разбираются, кто с какой стороны будет начинать и кто будет подавать два слова о расписании не ранее четырех часов следующий матч нас ждет Хуан Мартин Дель Потро против Самдева Девармана из Индии ну и в вечерней сессии, которая привычно уже начнется в 7 часов вечера Роджер Федерер против Марселя Гранольерса и Новак Джокович против Роберто Баутисты Агута на других кортах встречи тоже начинаются в 2 часа, то есть прямо сейчас и как раз в эти минуты начинают свои матчи Михаил Южный, который играет с Даниэлем Бранцем на корте номер один, а на корте номер три Николай Довыденко сыграет с Виктором Ханеско на корте один после Южного еще два матча Россел против Сеппи и третьим запуском Дмитрий Турсунов против Микаэля Лёдра эта встреча вот как раз определит соперника Бердыха либо Камки надо сказать, что по поводу матчей российских теннисистов будем следить за развитием счета там, раз уж другой возможности нет надо сказать, что они все со своими соперниками, с которыми им играть сегодня встречались и раньше и не проигрывали никогда в общем достаточно оптимистичная статистика, но опять-таки это не более чем статистика повторюсь, обязательно буду вам по возможности сообщать о том, как на этих соседних нетелевизионных площадках складываются дела теперь же ближе уже к нашему первому матчу Тоби Аскамки и Томаш Бердых фаворит очевиден как и во всех матчах, которые сегодня пройдут на центральной арене Тоби Аскамки игрок, наверное, не самый известный широкой публики но все же это человек, который в туре достаточно давно 86-го года рождения Тоби Аскамки Тоби же 26 лет, ему 27 исполнится в мае месяце ну такой вот боец в первые сотни закрепившийся последние три года даже и на 60-х местах одно время он пребывал ну вот сейчас в конце первые сотни находится занимая 90-е место в рейтинге вот в свое время в десятом году получил даже премию от ATP новичок года когда за сезон очень серьезного продвижения добился с 254-го места в рейтинге поднялся немец до 67-го но вот дальнейшего прогресса столь же яркого пока не последовало ну вот этот десятый год действительно был ярким как раз в том году Тоби Аскамки единственный раз встречался с Томашем Бердах и что нельзя не отметить счет личных встреч в пользу немца Тоби Аскамки единственный очный поединок у Бердаха выиграл в Базеле в десятом году 6-4-6-1 впрочем, наверное, чересчур серьезно к тому результату тоже относиться не надо Томаш Бердах конечно же, повторюсь, фаворит в этом поединке Бердах 6-я ракетка мира это для Томаша четвертый турнир в сезоне на предыдущих трех результаты были у него неплохие пожалуй, отчасти не согласится по этому поводу сам Томаш мог бы по поводу турнира в Чинайе где он рассчитывал на большее, чем четвертьфинал где он уступил будущему финалисту Роберто Баутисти Агуту которого мы сегодня еще увидим ну а затем был выход в четвертьфинал на Австралии Анопен даром, что стадия та же понятно, что это успех совсем иного порядка проиграл он только будущему чемпиону и бессменному чемпиону последних лет в Мельбурне Новаку Джоковичу и затем еще сыграл турнир в Марселе где дошел до финала и проиграл Жоуэлфреду Цонге что касается Камки у него три победы в этом сезоне при пяти поражениях и четвертьфиналов никаких не было для него это, к слову, первое участие в основной сетке турнира в Дубае он пару лет назад пробовался в квалификации здесь но в финале квалификации проиграл Лукашу Россолу на обердах мы видим первый круг выиграл очень легко обыграл американца Раджива Рама 6-1-6-3 Камки потяжелее пришлось в стартом раунде он накануне переиграл Михаила Кукушкина в трех партиях 4-6-6-4-6-4 последний раз в четвертьфинал Камки выходил в прошлом году в Вашингтоне выиграв тогда у Бенуа Перо и Маринка Матошевича проиграл Томихаасу который тогда в прекраснейшей форме находился ну вот новый шанс попасть в 1-4 для Тобиаса сегодня, хотя понятно, что обыграть Бердаха ему будет очень тяжело вообще за карьеру свою Тобиас Камки 8 раз играл против игроков первой десятки и выиграл лишь раз вот как раз у Бердаха наверное, морально та победа является некоторым подспорьем для немцев в преддверии новой встречи но насколько реально он способен составить конкуренцию Томаше посмотрим вообще сегодня на центральном корте конечно получается, что во всех матчах уж очень очевидный фаворит но тем не менее мы на этой неделе уже увидели некоторые неожиданности и поражение Желфрида Цонги накануне от Микаэля Лёдра к таковым, безусловно, относятся ну и то, что Роджер Федор расскажем в первом круге когда от него все ожидали очень легкой победы над Малеком Жезери он в итоге-то этой победы добился но предварительно проиграл стартовую партию может быть, кто-то из тех кто-то сражается с первой четверкой турнира сегодня задаст им тоже жару кто знает, может быть даже и сенсация какая-то произойдет завершена разминка последние секунды отдыхают теннисисты перед стартом матча трибуны, понятное дело, в столь ранний час заполнены едва ли процентов на 10 ну а Томас Бердых начнет эту встречу на своей подаче подача, с которой справиться обычно бывает довольно сложно но подавать он будет, зато против солнца поис knight он бежал разведет а в г lodge и на Едва не вытащил этот сложнейший мяч сейчас Камке, но Берберг не очень уверенно начинает, подача идет, а вот удары с форханда один не точен, один достаточно агрессивен, но шансы Камке оставим. Вот сейчас затянул в розыгрыш Камке соперника и достаточно уверенно переиграл, не очень хорошо по-моему чувствует мяч пока Томаш, видимо он и сам так решил. Ну и посчитал, что выход из этой проблемы один, поменять ракету. Посмотрим. 15-30. Камке проверяет, остановил он розыгрыш, правда после того, как пробил сам, но до приземления мяча своего. Им действительно аут. Два брейкпоинта получать Тобиас Камке в первом же гиме дорого может стоить, это расслабленность чеху стартовая. Стартовая. Ну и первая невынужденная по сути ошибка Тобиаса в этом матче. Ну а тут уже помогает и подача Бердыху. От двойного брейкпоинта он ушел. Ветер поднимается на центральной площадке, но он уже, Бердых и Камке не первый, не первые кому он мешает играть. Отстоял подачу все-таки Бердых, четыре мяча подряд в итоге взял и 1-0 повел. В этом плане, наверное, поинтереснее даже посмотреть за гимами на подаче Тобиаса Камки, поскольку этого игрока мы видим гораздо реже, чем Томаша Бердыха и похуже представляем себе его игру. Впрочем, тоже он и в наши трансляции попадал, ну и доводилось его видеть на больших шлемах. Достаточно, скажем так, хорошо обученный игрок с поставленной игрой на задней линии, приличным перемещением. Безусловно, если Бердых свои козыри в полной мере не использует, какие-то шансы у Камки вполне могут быть. Ветер сейчас мешал явно.